Спасибо. Для меня это большая честь с вами встретиться, рассказать несколько слов. Я подготовил вот несколько строчек, потому что русский не мой родной язык, так мне будет проще. Если разрешите, я как журналист всегда задаю вопросы. И, как ни странно, когда встречаюсь с читателями, наоборот, мне больше нравится отвечать на вопросы, чем рассказывать какие-то истории из моей жизни. Вопрос, по-моему, и чистый ответ, это такая суть журналистики, так мне всегда казалось и кажется до сих пор. Так, если позволите, дамы и господа, хотя нас не очень много, я этих несколько слов о себе, а потом с удовольствием отвечу на все вопросы. Поскольку это моя первая встреча с публикой в России, как писателя, я буду смотреть на эти бумажки, так прошу прощения. Я родился в небольшом городке в Луцлаве, который когда-то был одним из крупнейших центров Королевства Польши, а в XIX веке входил в состав царской империи. Вырос в семье, в которой на первом месте был такой лозунг, тот, кто интересуется польской культурой, знает Бог, честь и родина. С детства мне казалось, что я должен все сделать лучше других, самостоятельно читать книги. Я начал, когда мне было 4 года, а первая книга – это древние рассказы греков. Я об этом всегда рассказываю, потому что моя мама была такая горда, когда мы на поезде двигались из Варшавы от бабушки к моему родному городку. И с нами сидела пожилая женщина, и она начала со мной разговаривать о этих греческих рассказах. И она была удивлена, что четырехлетний или трехлетний мальчик отвечает на ей вопросы. Оказалось, что эта женщина преподавала греческую культуру на Варшавском университете. И моя мама до сих пор всем это рассказывает, и она горда по этому поводу. В начальной школе я выступал в школьном театре, и в общеобразовательном литее я уже сам создал свой собственный театр. Конечно, был, как разумеется, начальником, режиссером и режиссером, и играл главную роль. Но я не видел другой возможности. А когда мне было лет 16, я учился летать на самолетах. Затем поступил одновременно, так можно сказать, в школу офицеров, летчиков и на юридический факультет университета им. Миколая Коперника в Торуне. Мой папа всегда хотел, мечтал даже об этом, чтобы я стал летчиком, таким как наши пилоты, которые спасли Англию во время Второй мировой войны. А мама очень хотела, чтобы я стал адвокатом. Ну и, к сожалению, я не оправдал ожиданий родителей. И на втором курсе начал работать на польской радио, и так работаю до сих пор журналистом. Но университет все равно закончил по образованию юристов. Можно спросить, почему именно радио? Я не знаю ответа, так как не знаю ответа, почему человек влюбляется в конкретную девушку, что то есть в этой работе, я говорю о радио, чего нет в других, так как в этой девушке, о которой я напомнил, о которой ты мечтаешь всю жизнь и, наконец, встречаешь. На втором курсе юридического факультета я жил с одним парнем в общежитии, который работал в студенческом радио, и в один прекрасный день он меня пригласил посмотреть. Я так увлекся, что никак не смог уже отрваться, до сих пор работаю, надеюсь, что хватит сил, чтобы работать до конца жизни, потому что радио это моя любовь. Хотел бы обратить внимание на то, что люди из таких небольших городков, как мой родной Владславек, мечтают о большой карьере, но она кажется им, где там за горами. У меня с детства, не знаю, почему, но не было таких ограничений, для меня не было невозможно, если я чем-то, о чем-то мечтал, всегда стремился, чтобы мои мечты сбились. И сразу, как только начал работу на профессиональной радио, мне повезло. Начальство отправило меня работать с римским папом, я был студентом еще тогда, Яном Павлом II. Потом я случайно побывал в месте, где на глазах всего мира менялась история, история не только этого города, но история всего мира, так можно сказать. Я был просто в Москве молодым человеком, помню, я и всегда буду помнить, я приехал в Москву 18 августа 1991 года, а на следующий день начался путь Янаева. И остался в Москве почти до конца года и до конца Советского Союза. Из-за этого я мог потерять пять лет своей учебы, мне хотели отчислить из университета, потому что я не пришел на последние экзамены, но махнули рукой и разрешили приступить в индивидуальном порядке. И таких случаев, когда я был в совершенно neutralном месте и за один день внезапно находился в центре внимания всего мира, у меня было очень много. Я помню, полетел в Израиль, у меня там была премия трансляция из баскотболного матча, но на день до моего отъезда из Израиля убили и цака рабина. И я остался там еще две недели. Полетел в Киев, я уже так быстро как бы, да, началась оранжевая революция, приземлился в Грузии, начались августовские события 2008 года. Таких случаев у меня было много, но говорят, что не очень умному всегда везет. А журналист, которому везет, он, ну, можно сказать, лучше других, которым не везет. Такая профессия. Я так говорю и говорю, но не дал ответа, почему радио, из-за этого я начал, почему я работаю на радио. В этой работе, где только звуком, своим голосом делаешь такой большой театр, я действительно нахожу то, что мне в жизни нужно. Люди закрывают глаза и они должны увидеть то, что я вижу, почувствовать то, что я чувствую, лёть слезы в этот момент, когда я лёю слезы, улыбаться вместе со мной. Работаешь один и только ты за все отвечаешь. Нет ни телеоператора, ни инженера звука, всё зависит только от тебя и мне это очень нравится, потому что я всегда хотел быть самостоятельным и нашёл, как бы, своё место в жизни и свою профессию. Как некоторые говорят, самая лучшая профессия, это такая, которая тебе нравится, если за это получаешь деньги, да? Первую книжку, я так думаю, меня пригласили как писателя больше, чем как журналиста. Первую книжку я написал в моём паломничестве, так можно сказать, в кавычках, по миру, с римским папом. Вторая книжка, это была уже книжка о России. Она называется «Матрёшка, Россия и Ястреб», ну, как кличка от моей фамилии. И я хотел в этой книжке рассказать полякам о России самые простые вещи, всем известные, но показать их такими, какими видят их россияне. Почему далеко не все в России понимают исторические обиды поляков, например, есть русская душа или её нет? Кстати, я пришёл к такому выводу, что нет русской, польской, украинской, чесской души, есть одна славянская, но только от этой души разные лица. Вторая моя книжка на анексии Крыма называется «Крым, любовь и ненависть». Это такой репортаж о женщине украинке из Крыма и россиянине из Москвы. Я их встретил на одном посту в Луганской области в июне 2014 года под обстрелом. Мы там встречались на остановке, вместе ждали, чтобы уже наконец-то перестали стрелять и откровенно поговорили друг с другом. Они мне рассказали историю своей любви. Они познакомились в конце февраля, несколько дней до крымского референдума. Они влюбились друг в друга, как говорят в России, с первого взгляда. Но потом жизнь оказалась сложнее, сказки, и непросто было им найти общий язык. Нашли или не нашли? Если кто-то захочет, пусть читает. Не надо разоблачать всего. Следующая книжка – это книжка о Грузии. Я очень часто в своей работе летаю в Грузию. Это уже, по-моему, 12-13, может, 14 лет, когда ощущаю то, что все, что проходит в этой маленькой стране. И написал такую книжку и о древней, и современной Грузии, о культуре, истории, о жизни грузинов, о войнах, о политике, о том, что сейчас, чем дышит Грузия, о этих проблемах с Россией, о августовских событиях 2008 года. Кстати, я там в эти времена тоже побывал несколько недель, а потом остался до конца года. О танцах, о вине, о всем. И моя последняя книжка, она называется, я не знаю, я правильно переведу или нет, «Рубиновые глаза Кремля». Это может тем, кто читает репортажи или все-таки, можно сказать, серьезные книжки, и кажется, что вот иностранец захотел какую-то сказку написать. Но я написал книжку о подземельях Москвы, о городских легендах и о московских сокровищах. Конечно, она немножко с улыбкой написана, но я серьезно отнесся к тому, что мне казалось очень интересным. Все знаем, что у каждого города есть свои легенды, есть свои призраки. Можно часами ходить по улицам и слушать рассказы разных людей или смотреть на то, что происходит вокруг. И я постарался в этой книжке написать, а что там на чистых прудах, а что там на улице такое, такое, такое. У каждой улицы, у каждого здания в Москве есть своя легенда, есть свой призрак. Я постарался, так мне кажется, хотя бы там 100-150 таких легенд на польском языке рассказать читателям в моей стране, чтобы они узнали, что Москва – это не только Кремль и Красная площадь, но есть или Бухаков, да, и там еще кто-то. Но есть в Москве вот такая особенная душа, которую можно изучать и которая может доставить большое удовольствие тем, кто захочет познакомиться с этими легендами, с этой Москвой с глаза на глаз. Ну и вот все, что касается моей работы, есть еще очень много тем. Я был на войне в Ираке, в Афганистане, в бывшей Югославии, в Чечне у вас тоже был. И с начала 90-х, и потом в 2000-х. Но времени пока не хватает, чтобы столько книжек написать. Надо работать, надо заработать на жизнь информацией, которая течет, можно сказать, такой рекой каждый день. Я открою еще, если можно, маленький секрет. Потихоньку начинаю писать книжку о моих соотечественниках, поляках, которые больше 120 лет живут в Иркутской области. И не совру, это, можно так сказать, будет моя такая любимая книжка, личная история. Но о том, что я нашел в России, но пока это секрет. И может, сам еще не знаю, что я нашел в этой России. Но уверяю вас, что ничего плохого я там не нашел. Вот все, если я могу ответить на ваши вопросы. И простите, что пользовался бумагой. Мне это очень редко случается. Я могу говорить 5-6-10 часов, когда я встречаюсь с людьми в Польше, но это на родном языке. А на встрече с вами я просто немножко испугался, что не хватит знания русского языка. Вы замечательно по-русски говорите вообще. Потому что бумажка есть. Спасибо. Так, если могу ответить на вопросы, я в вашем распоряжении. Вы говорите о моих книжках, о прозе, да? У меня вообще это 6 книжек или 7, я уже не помню. Папа, 4 и 2, 7. 7 книжек. Две друзьями я написал. Одна называется «Смотря на восток», а вторая «Ни одного острова», потому что так сказал когда-то Владимир Путин, что мы не отдадим никому ни одного острова. Ну да, все документальные, все как журналист писал, но эту книжку я не сказал сейчас. Простите, перешел к этой книжке, которую я начал писать неделю тому назад, но есть у меня еще книжка, которую я закончил писать в марте, и эта книжка, она будет в магазинах в октябре, в книжных магазинах в Польше. И это уже не книжка журналиста, так можно сказать, а роман. Я говорил вам о этой книжке, о городских легендах, и я написал такую книжку, значит, такой роман о том, как молодая женщина со своим другом-журналистом ищет в Москве библиотеку Ивана Грозного. Но я знаю, что для москвичей это не какая-то удивительная тема, но для нас, для иностранцев, наверное, да. Это интересно, потому что, если мы можем читать книжки американца о коде Леонардо да Винчи, почему мы не можем прочитать книжек о поисках в библиотеке Ивана Грозного. И это такой роман, он как бы в двух плоскостях. Я не знаю, как это примут люди, которые разбираются в литературе, но у меня, так скажу, я немножко как бы украл у Бухакова идею. У меня Иван Грозный разговаривает с Василом Блаженным, ну, а в другой плоскости все, в современном как бы мире, в современной Москве женщина и мужчина, молодые люди, они ищут библиотеку Ивана Грозного. Но в основном 90% моей книжки все это чистая литература факта, нон-фикшн. А на русский язык они переведены? Две книжки, по-моему, переведены. Россия, Матрешка и Ястреб и Смотря на Восток. С остальными есть проблема, потому что я не согласен никогда на какие-то поправки цензуры, на изменения в книжке. Но книжка о Крыме, но сами понимаете, она не очень... Ну, к сожалению. Но можно на английском тоже есть. А вот библиотека Ивана Грозного, это что, в Польше, известная тема про Россию? Может, не так известно, но это тема, который может привлечь внимание к легендам, да? Но все, что касается сокровищ, привлекает внимание людей. Я просто хотел... Во-первых, год назад закончил писать книжку и изучал эти все легенды. И где там в голове были герои, которые в моей голове разговаривали друг с другом, и я хотел написать обычный роман. Не я, только они, как бы, да? В том смысле, что я там не только рассказываю о том, что я делаю, но тоже о том, что я, может быть, хотел делать, а никогда не сделал. А если честно, есть такая женщина, замечательная, она работает преподавателем на Ягельманском университете в Кракове. В Кракове. Она всегда корректур моих книжек делает. Она автор и сам автор многих книжек в Польше, а в Польской грамматике, орфографии и мне повезло, что она читает мои книжки и там все ошибки справляется, чем книжка, чем напечатает книжку. И она мне сказала, может, хватит, напиши такую книжку просто, роман, а не я читаю одну, вторую, третью, там, я, 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 я все это там видел. А напиши то, чего ты не видела, а что как бы в твоей душе. Я так ответил, мне это понравилось. Так увлекался, как писал эту книжку, что если я не встречался каждый день со своими героями, мне было скучно. Закончил писать эту книжку, но так, конец февраля, начало марта, и не могу себе места найти, не хватает мне этих героев в описании этой книжки. И поэтому я начал писать следующую. она будет уже серьезной книжкой. Может, немножко там будет в нее как бы романа, но она на чистых фактах. я работаю всю жизнь на радио, но тоже очень много у меня из стати в разных газетах и в США, и в Польше, и в Бельгии, в Брусселе, для Евросоюза. Но это чистая политика. Но вы сами знаете, как издательства работают, да? Издательства ищут людей, на которых можно заработать. И это все начинается примерно с того, что кто-то звонит тебе и говорит, а может бы вы так господин Астражамский книжку написали? В кавычках или там в скобках, так? Как правильно. Мы бы хотели тоже заработать. В том смысле, да, и мне очень понравилось и я согласился. Но книжку эту первую, которую я написал, о римском папе, я написал, потому что чувствовал себя в таком долгу, долгу, правильно, так? Я почти 20 лет с детского сада журналистики начинал работать в большом мире с римским папом. и чувствовал, что после его смерти надо хотя бы людям рассказать то, что я пережил вместе с римским папом и все рассказы приличных встречах моих и там, где было еще несколько людей, надо было показать миру, не только держать это при себе. Мне повезло, не очень много журналистов в мире, которые могли на одном самолете летать с римским папом, встречаться с ним, вести беседы, получать какие-то подарки и вообще это уже действительно я вам как бы свою личную жизнь открываю сейчас. Мы с дочкой очень часто летали в Рим, когда она была маленькая и каждый раз король Войтыла и Анпавел II он с нами встречался хотя бы на 5-10 минут, но встречался потому, что он знал, что моя дочь очень рада, она маленький ребенок, но для нее это была как бы хорошая большая игра, что можно встретиться с таким человеком, но для меня как бы другие ощущения, но все равно мы с ним встречались лично и даже я помню, когда в школе на уроках религий детям надо было сделать написать какую-то статью о римском папе и моя дочь написала о своих личных встречах с римским папом даже фотографии в тетрадке у нее были и звонит мне учительница и говорит ваша дочка с ума сошла, что она за бред в классе нам надо было оправдывать но потом моя дочка уже никогда не сделала не решилась на такой шаг чтобы как бы показывать что у нее есть что-то больше чем у других детей не то что вообще в жизни но в школе она не показывала этого никогда больше вот и так с моей жизнью да в журналистике мне везет не во всей жизни не везет но на работе мне везет как всегда очень большой интерес к России но только как бы отношения между нашими странами они не не очень хорошими я могу говорить со своей стороны поляка но тоже не могу высказывать сейчас потому что я работаю на агентство печати и польской радио по этому кодексу этакий журналистам мне как раз невозможно высказывать всех политических своих мнений но в польше ничего не меняется интерес к России большой очень много поляков и читает русскую литературу и то что было и то что сейчас есть современную и смотрит фильмы интересуется российской музыкой очень много моих свинников приезжает в россию хотя бы на два-три дня чтобы посмотреть москву питер или очень много ездить где там далеко в сибирь я думаю что если вы поедите в район байкала в июле и в августе каждый третий или четвертый человек который вы встречите это будет поляк но как сказал ничего не меняется мы уважаем друг друга любим друг друга мы можем говорить на все темы кроме одного мы никогда не любили цара никогда не любили первого секретаря и современных властей тоже не очень но обычным людям у нас всегда так как и везде если посидим хорошо поговорим мы уважаем друг друга и вы уважаете тоже друг друг друга с этим интересом к русскому языку я могу объяснить примерно на примере моей дочки она родилась в 90 первом году и когда она начала начальную школу никакого интереса к русскому языку уже не было она даже не знала что такое русский язык она изучала в начальной школе английский и французский и французский но в конце она поступила на варшавский университет на как это факультет называется чтобы я правильно перевел это не 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 нет культура знавство восточной и средней европы или культурология да так она изучая украинский там если я помню русский грузинский и австриатский потому что немецкий знал раньше но австриатский него есть какие-то особенности восточной и там средней европы отличающие язык от германского потом интерес начал как бы возвращаться к языку это конец девяностых начало 2000 когда открылись возможности для бизнеса это хорошо было иметь в своей компании человека который владеет русским языком но после 2014 года событий в крыму и в донбассе интерес резко упал из-за политических и даже за экономических потому что но много фильм как бы ушло из этого рынка много фильм было вытесненных из-за санкций контрсанкций но молодые люди в современном мире думают так зачем мне учиться язык если он мне не будет нужным это следующий пример когда мы встречались с поляками в Грузии и приехал в Грузию мой старый друг действительно старый в смысле пожилой человек тоже он где-то нашел бабушку свою что она была грузинская и попросил еще при саакашвили чтобы ему дали гражданство Грузии дали ему это гражданство и он открыл вот такую маленькую школу польского языка первые два года был очень большой интерес интерес он так улыбался как я приезжал как журналист говорит посмотри сколько ребят приходит маленькие дети его жена там учила петь песни стихотворения на польском все это просто бизнес это был маленький городок Лагодехи в районе Кахети так как граница Азербайджан Дагестан и Грузия но эти люди не приходили учиться польского языка потому что он был нужен как бы их сердцу или души они видели в этом интерес закрылась граница с Россией и возможности сотрудничества не очень можно договариваться там с Арменией но Азербайджан уже далеко за горами но Польша всегда близко открыто очень много поляков приезжает в Грузию открывает свой бизнес мы открыли границу для грузинов и родители хотели чтобы дети были подготовлены как бы к жизни и так до сих пор это продолжается я Грузию оставляю где там в стороне пока не наладим отношений между Москвой и Варшавой пока не вернется в Россию польский бизнес и русский в Польшу и вообще в Евросоюз так и эти отношения между Польшей и Евросоюзом это как бы польско-российский они не имеют значения это вообще Евросоюз и Россия если не наладить отношений интерес к русскому языку он всегда будет на таком может не самым низком но низком уровне но был такой момент я помню 2009 10 11 12 когда действительно молодые люди в общеобразовательном литее который был там 15 16 17 лет они хотели вторым или третьим языком изучать русский язык но сейчас вряд ли по-моему мне кажется что я не очень умею писать на русском да 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 даже даже мне лично я может написал книжку на русском мне кажется что то что я на этой бумажке подготовил было хотя бы понятным да для вас проблема в том что я боюсь что не знаю где там мягкий твердый знак чтобы не не надевать так много ошибок что никто этого не прочитает в смысле я говорю о редакторах которые будут этим заниматься но можно попробовать всего надо пробовать в жизни не надо никогда сдаваться это это было бы хорошо даже это хорошая идея есть такая идея я как бы у меня нет разрешения чтобы обо всем говорить от человека который будет мне помогать в этом но в этой книжке о которой я вам говорил о моих святых членниках из Сибири есть такая идея чтобы переписывать письма друг к другу может я решусь хотя бы одно письмо написать на русском языке это было бы замечательно если если что пожалуйста не стесняйтесь как вы видите я уже так потихоньку начинаю раскручиваться так правильно будет из филах крокодит гения о улыбке песня эта песня честно говорю она мне иногда но не то что спасла жизнь но в кавычках спасла жизнь Если я был в странах, в которых люди говорят на русском, уже после Росла Советского Союза, в России, где-то в Украине, я в Белоруссии, кстати, еще работаю, в Минске, два с половиной, почти три года. На таких, может, не самых грандиозных, официальных приемах, но где там встречались друзья и были почетные гости, так можно сказать, надо было поднять тост. И эта строчка, она мне иногда помогала найти себе в этой ситуации, потому что у меня тостов никаких в голове не было, но я всегда говорил, от улыбки станет всем светлей, от улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкой своей, и она к тебе еще не раз вернется. Так, на здоровье, ребята. Если нет вопросов, то улыбаймись совсем. Сейчас вам комфортно в России? По сравнению с, когда мы приехали, ваше впечатление о России, почему вы здесь так долго? Не знаю, почему я здесь так долго, наверное, я могу сказать, что моя работа нравится моим работодателям. Некоторые говорят, что я нашел свое место в этой работе именно в России. Раньше работал в разных странах мира. Самый такой мой любимый город, в котором мне очень комфортно жилось. Я не говорю о работе, работа тяжелая, иногда такая, что каждый день делаешь одно и то же, и она не всегда радует журналистов. Это Бруссель, когда я работал при Евросоюзе, в Брусселе, когда в четверг и вечером, или в пятницу ранним утром уже все политики уезжали домой. Было тихонько, уютно, много деревьев, парков, можно было погулять. То есть до понедельника, до полдня, это был самый красивый город и спокойный в мире. Ну а в Москве, если честно, Москва иногда мне нравится, иногда мне не нравится. Я здесь почти 10 лет живу, но не то, что постоянно живу, но постоянно и не постоянно, в том смысле, что у меня такая черта характера, что я никогда не чувствую себя жителем города, в котором я работаю. Это может быть и плохо, но я всегда как бы в командировке. Но есть мои друзья, которые работают здесь или в других городах, они живут в этом городе год, два, три, и они чувствуют себя горожанами. Но я нет. Я всегда здесь в командировке. Так как бы мой взгляд другой. Но потихоньку начинаю как бы видеть разные вещи, которые не очень мне нравятся. Вот такие у меня ощущения, что я уже начинаю потихоньку быть москвичом. А кто-то что-то на улице не так, а кто-то в магазине, а кто-то где там еще. Ну такие обычные претензии, которые возникают у нас всех, да. Но я чувствую себя всегда в России гостем. Но есть уже некоторые как бы у меня такие претензии, которые можно сказать, они обычные для местного. В Москве мне, ну, есть такие места, которые мне нравятся. Есть такие, то что вам говорил, легенды, которые мне нравятся. Есть люди, с которыми мне очень нравится встречаться, поговорить. Есть у меня, я тоже не буду сейчас как бы имя, фамилии рассказывать. Но есть у меня друзья, которые поют песни о Куджаве, там, Высоцкого, других бардов. Они мне приглашают на квартирники, они приглашают на концерты. И когда я первый раз пошел на такую встречу, где пришел один из ваших известных артистов. Нас было там 15-20 человек, мы сидели, пили вино. Он для нас играл, с нами разговаривал. Мне это так понравилось, как я бы вообще был в другом мире. Я отдохнул. Мне казалось, что я почувствовал хотя бы немножко, чем дышат россияне. Это была такая атмосфера, которую можно увидеть только, когда близкие себе люди, они пьют чай или самогончик. Там все равно, но откровенно все было, да. И мне это нравится в Москве. Но что мне еще нравится? Я рассказывал друзьям о том, что если я закончу работу в России, мне всегда будет не хватало русских песен, балета, театра. Я уже привык, как бы, к тому, что несет с собой, правильно я сказал, несет с собой русская культура и что отличает ее от культуры западных стран. Может, правду говорят мои друзья, даже мое бывшее начальство об этом говорил, что я наконец-то нашел место, в котором мне хорошо работать и место, в котором я может не сто, но девяносто девять процентов полезней своей компании, да. Я думаю, что я должен здесь работать, а не в другой части мира, потому что где-то в глубине души я может открыть на Россию в том смысле, что есть где-то маленький такой, маленькая такая звездочка, которая позволяет мне смотреть на русскую культуру, как на свою. Какое у вас отношение к нашему современному кино? Я вас удивлю, наверное, но я не говорю сейчас о самых серьезных фильмах, таких нашумевших, которые известны на Западе, а не очень известны в России, которые рассказывают о том, что происходит в современной России. Я вообще, как бы, отвечу вам в таком широком, как бы, смысле. Я смотрю некоторые сериалы, и даже один раз, пожалуйста, не смейтесь, ребята, был такой сериал «Мама чемпионов», я на СТС, и я посмотрел за один день, там, 40 серий. Но если говорить серьезно о кино, мне кажется, что у некоторых режиссеров не очень получается, я говорю сейчас о таких фильмах, в которых очень много пропаганды, да, не очень получается, как это сказать, чтобы так обмануть зрителя, чтобы зритель этого не заметил. Но, к сожалению, зритель в России замечает все, что в этих фильмах, не говоря уже о зрителях-иностранцах. Но есть замечательные фильмы, на которые можно посмотреть, и, как вы сами знаете, и Берлине, и Канн российские фильмы получают призы. И это свидетельствует тому, что современное российское кино нашло такую маленькую дырку, через которую можно, как бы, проскользнуться до другого мира. Почему я об этом сказал? Потому что есть в Москве такой, 12 лет уже происходит, фестиваль польских фильмов «Висла». И я встречался, ну, раньше, это был 2013 или 2012 год, с вашим критиком, режиссером Матчизаном. И он мне сказал одну интересную вещь, которая, как бы, относится к современному кино. Но, к сожалению, российские режиссеры, у них не хватает, как бы, героизма, чтобы рассказать все до мелочи о самых сложных вопросах. И, как бы, завидовал польским режиссерам, что у них есть в душе что-то такого, что они рассказывают об этом. Мне кажется, потихоньку это уже в прошлом, потому что есть у вас режиссеры, которые решаются рассказывать до мелочи то, что болит россиян. Есть вопросы еще? Пожалуйста. А вот часто можно услышать, что Россия и Москва – это как две разных страны. Вот что вы думаете? А в этой моей книжке «Матрешка и Ястреб», как она там была, я уже запомнил. «Россия, матрешка и Ястреб», я там тоже об этом написал, только я постарался сделать все наоборот. Сказать же, это неправда, что Москва и остальная Россия – это две разные вещи. Я посмотрел на Москву, как на маленькую Россию. Но Россия – это 140 или 160 разных наций. Я не говорю уже о таких маленьких нациях. Это разные языка, это разные вероисповедания. Это, можно сказать, такое место на земле, в котором есть все. Если говорить о культуре, о людях, о языках, а в Москве наоборот? Сколько музууман здесь живет, сколько людей в Москве занимаются шаманизмом, сколько людей в Москве говорят на разных языках. Даже хватит прогуляться по Тверской, как там все таджики разговаривают на своем, узбеки на своем, кто там еще. Я не говорю о туристах и обычных людях, которые приехали с другой страны работать здесь. Там, в американцах, поляках, немцах нет. Но как бы ваши люди говорят на разных языках. И все происходит в Москве. Так чем отличается Москва от остальной России? Но это говорят только поэтому, что Москва – это как бы большой поток денег. Но деньги – это не все. Я знаю, что говорят, что деньги решают все. Но знаем тоже и об этом, что деньги счастья не дают. Вот, если смотреть на то, что вы сказали в вопросе. Москва – это не Россия, о чем говорил весь мир, да, и все писали об этом в своих статьях и книжках. Давайте посмотрим наоборот. А может, Москва – это Россия, маленькая Россия. В том смысле, что в границах Москвы жизнь поместила все то, что от Владивостока до Калининграда. И наоборот. А скажите, пожалуйста, о ваших встречах с папой. Что он был за человек и какие… Да, это были такие короткие и малозначимые встречи, что… Это были мало. Как бы, да, чтобы разобраться в его душе, тем, каким он был человеком, это не на основе этих встреч, но одно, что я могу сказать, вообще не одно я могу, много даже, и сказать. Это был человек, который, во-первых, очень любил слушать, не говорить, не там грозить пальцем и говорить нам, что нам надо, нет. Он с каждым, с кем разговаривал, он там задал один вопрос и сам хотел послушать, что ты хочешь ему сказать или вообще, что у тебя в душе. Даже в некоторых книжках, которые он писал, он сам говорил, или в официальных документах Ватикана, энцикликах, он сам говорил, что хороший священник – это такой священник, который умеет прислушиваться, умеет слушать людей. Не то, чтобы всегда он говорил людям, что надо делать. Это одно, что можно ощущать было при каждой встрече, независимо от того, на личное или, как бы, так как для меня служебное в том смысле, что я работал журналистом. Моя, как бы, первая встреча, это была такая, я улыбаюсь до сих пор, потому что я был так рад, как ребенок в детском саде, я просто как пилка, так скакал из-за этой встречи. Мне было лет 23. Мы встречались в его родном городке, в Вадовицах, в костеле. И нас, журналистов, они там пустили в этот костел на 3-4 часа раньше, и почти никого не было. Но Ян Павел II, он захотел до начала мессы сам прогуляться по этой костеле, в котором он воспитался, который был рядом с его домом. И он вошел через главный вход, там уже люди были, там была эта месса, в которой крестят детей, он там молился. И потом, я не знаю, как это получилось, что между главным входом, дверями, а алтарем, когда он выходил, я был один, который стоял на его пути. Но он подошел ко мне. Откуда вы? Я ему сказал, о, я был, мы там на байдарке, а у меня был включен магнитофон. И он так, ну недолго, но мне могло бы казаться, что это час. Но нет, мы там всего побеседовали, я в кавычках говорю, может 2,5 или 3 минуты. У меня же было личное интервью с Яном Павлом II, это был 1991 год. Как мне другие журналисты завидовали, там ничего не было, просто поговорили. Но я до сих пор сохранил это в своем личном архиве, для меня это самое важное интервью, которое я сделал в жизни. Но вообще-то он сделал интервью со мной. И потом были разные похожие встречи, но потом были тоже встречи, когда мне уже приглашали посидеть, поговорить или там попить чай. Я не знаю, насколько в России был интерес смотреть на то, что происходило в Польше, когда приезжал римский папа. Я знаю даже лично очень много людей, но тогда молодых, сейчас уже взрослых, которые из России еще в 1991 году до развала Советского Союза, есть там из Литвы, из Белоруссии приезжали в Польшу на такое паломничество. Но я помню эту атмосферу, которая всегда была при таких встречах, когда до, ну можно сказать, от рассвета до рассвета. А люди гуляют по улицам, поют песни, играют в разных нарядах с гитарой, кто там, с другими инструментами, на которых можно было, ну можно было послушать, как там разные нации играют. Но это такой большой фестиваль, но можно сравнить это с чемпионатом мира по футболу, когда в прошлом году приезжало очень много людей из разных стран мира. Если я посмотрю на фотографии с прошлого года и фотографии там 25-летней давности с римским папом, они немножко похожи. Мы там с индейцами на фотографиях, здесь тоже, с мексиканами и там тоже. И всегда, когда были эти встречи с римским папом, это был один такой большой фестиваль культур, языков, музыки разных стран. Мира, мне тоже это нравилось, тем более, что если работаешь постоянно две или три недели, спишь два-три часа и не чувствуешь никакой усталости от этого, для тебя три недели постоянно в воскресенье праздник, да? Это то, что я, можно сказать, прямо люблю в своей работе. Он там вспоминал о первой встрече? Попадал, ну там, я не уверен, что он помнил все, потому что таких журналистов было несколько, сот, наверное. Но он всегда спрашивал мне то, что там в Быдгошке или во Влацлавике, я сам из Влацлавика, а Быдгош это такой большой город рядом с моим, которым он как раз на такой речке, которая называется Брда, плавал на Байдарке. Так, спрашивал, что в этих городах происходит, значит, что он знал, откуда я, но помнил он об этой встрече с 1991 года в Вадовицах. Я не знаю, никогда не спрашивал, но я всегда буду помнить, потому что она была первой. И, можно сказать, одной из главных, которая мне получилась в жизни, тем более, что журналисты, как и все спортсмены, так можно сказать, у нас есть свои соревнования, кто лучше, кто быстрее. И в эти времена, в 1991 году, это для меня был чемпионат мира. А вы видели итальянский, кажется, художественный фильм про папу, где выиграл ваш Алексей Гусевна? К сожалению, может видел, а не знал, что там играет российский актер, но я смотрел фильм, в котором играл американский актер римского папа и смотрел польский в двух частях, в котором играл наш польский актер. Но это был итальянский, итальянский, германский, польский фильм, насколько я помню. Но, наверное, смотрел, но только я не умею сейчас сказать об этом, потому что все, что касалось римского папы, я смотрел. Я вообще не очень разбираюсь в фильмах, кроме того, что я зритель. Вы смотрели за миссис о молодости папы и страны далекой? Да, 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 да. На мою показания неоднократно пошел. Но мне, самое главное, для меня это этот фильм, где две серии есть. Это первая, о короле, который стал римским папом, а вторая серия – это о римском папе, который остался человеком. Так, по-моему. Это самое главное, это копродукция польско-итальянского, там, ватыканская и еще какая-то BBC, по-моему, тоже в этом. Но это художественный фильм. А вы встречались в Москве и в Варшаве? Да, нам пришлось работать в том смысле, что Зануси, в Москве здесь, потому что Зануси, он был, по-моему, председателем этой комиссии регионов, которая занимается сотрудничеством между Польшей и Россией. Но так, чтобы лично Зануси нет. Я вообще, как бы, далек от мира фильмов, по красной дорожке не проходилось пока. Да, 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 да. Но и он очень, как бы, известен не только публике, но даже известен, можно сказать, в таких кругах, в которых, как бы, создается мнение о художнике, да, в этих художественных кругах. И это один из этих польских режиссеров, который очень уважаемый в России, я знаю. Два года тому назад он там получал разные призы от патриарха, от кремлевских чиновников и от ваших режиссеров. Да, но каждый раз, когда он приезжает в Россию, нас приглашают на такой маленький брифинг, пресс-конференцию мы встречаемся. Но так, чтобы у меня были личные с ним отношения, нет. Ну, может, когда я сделаю фильм, получаю Оскар, так, кто-то мне пригласит. А что? Да, я в Ежиховном приезжал, да. Очень много актуров приезжал. Последний раз в моей жизни я встречался, раньше, но не было этих встреч очень много нам, две-три, но все равно я буду помнить, это был 2013 год, когда я написал эту свою первую книжку о России. Я встречался со Станиславом Микульским в вашем кино художественном. Даже Микульский держал обложку моей книжки и мы сделали такую фотосессию. Он мне рассказывал, когда он здесь работал, директором Института Польского в Москве. Он был первым директором Польского. Когда очень много людей пришлось на встречу, на самом деле, женщины, которые помнили, что, ну и я тоже, простите, буду придерживаться тому, что Капитан Клосс, но это лучше, чем Штырлиц. Ну и кроме Капитана Клосса мы выросли на фильмах Микульского международных, да, 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 он очень много снимал фильмов для молодежи в Польше и очень известных. Пан самохотник и темплариусы, там разные серии, там, так очень много таких фильмов, еще были каникулы с призраками на основе книжки Бахдайя. Красивые, красивые фильмы, но, к сожалению, Микульский это такой пример, как и другие, там, примерно, такой актер в Польше Петр Франческий, замечательный голос, прекрасный актер, но это актеры, которых убила, в прямом смысле, одна роль. Микульский всегда оставался капитаном Клоссом, франческий, там, паном Клекса, кто там еще кем-то, да, ну, с четырех танкистов и собаки, по моему, голос и... Как это называется, Аня, там, Януш, как бы запомнил. Януш Гайос. Гайос и голос, это единственные актеры, актеры из этой компании, которые сыграли другую роль, которая была не менее известна. Но все равно Печка, Густлик, да, он до конца жизни, даже он играет в таком, ну, прекрасном сериале в Польше, Ранчо, который очень нравится людям. Но все равно на него будут смотреть все, как на Густлика из четырех танкистов и собаки. И на других актеров тоже. К сожалению, не порадовала нас своей игрой Пола Ракса. До сих пор мы в Польше придерживаемся тому, что это была самая прекрасная девушка в польском кино после 45-го года. И другая такая красавица, она до сих пор не появилась. А она дымная, она очень очаровательная. Ну да, но это другой, как бы... Она же гораздо малыш, чем Поля Ракса. Ну сейчас да, но посмотрите на эту блондыночку, такую нежную советскую санитарнюшку, как она выглядела, как ей глаза улыбались. Ну, дымная она в черных тучах, так? Я переведу в сериале, когда она там играла. Да, 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 да. Но я говорю, такая роль, которую она запомнила широкому кругу людей в Польше, это в таком сериале, в войне Поляков с Прусами, когда она играла, там, девушку у Гетмана, значит, ее мама была родной сестрой Гетмана Субежского. Но все равно, Поля Ракса, жаль, что она не очень много фильмов сделала. Что делаем? Теперь я, у меня вопросы. Давайте споем что-то вместе. И я хочу спросить, а вы подпиваете на эти клаппиевиках? Да, подпиваю. Иногда да. А знаете, в Польше из Барбе, в России, в Ярлешек-Кидемерсе. Ну да, 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 он здесь работал. Да, 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 да. Да, да, вице-директорам. Угу. 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 Ну там много чего он пил. Сейчас они все увлечены Яцком Качмарским. Мне друзья прислали два или три дня тому назад, что в Польше записан диск с песнями Качмарского на русском, которые поют ваши артисты. И пока его еще нет в книжных магазинах, но я попросил, чтобы они мне хотя бы один в Москву присылали. Насколько я помню, в прошлом году Казмирский на фестивале Качмарского в Москве тоже что-то там пел. Но я с удивлением посмотрел, но тоже это как бы маленькая дегрессия. 2012 год, когда у вас были эти большие демонстрации, болотная, кто-то начал петь песню, похожую на нашу песню с 1980 года, когда у нас возникла солидарность. Но я потом узнал, что это не польская, не русская, но это испанская песня, которую создали, когда боролись с режимом Франка в Испании. Но она для поляков всегда будет польской песней, Муры, забор, которая будет рассказывать о том, как нам удалось объединиться наконец-то и спросить себя этим всем. То есть Муры – это перевод испанский? Нет, это не перевод. Я думал, это сочинён Качмарским. Нет, сочинён Качмарским, сочинённые слова. А музыка и как бы дух этой песни – это, не помню, с 70-х годов, по-моему, или с 60-х. Испанская песня. Я тоже об этом не знал, узнал, может, где-то 2-3 года тому назад. Но для нас она всегда была песней Качмарского. Но я не знаю, согласятся присутствующие или нет, но мне кажется, что Муры – это одна из самых известных польских песен в России. Наверное. Но она как бы касалась таких времён, когда все внимательно смотрели, что происходит в этом самом весёлом лагере Советского Союза. Да, да. А у нас всё кипело тогда. А вот в Польше вообще сейчас принято собираться в кругу друзей, дома и квартирники? Да. И польские песни? Не английские, да? Не-не-не, польские, польские, польские. А молодёжь не знаете? Молодёжь, по-моему, им лучше встречаться в парке, посидеть на скамейке, с гитарой попить песни или заниматься электронной музыкой. Это да. Но когда приходит лето и начинается это время каникул, очень много людей, так как и в России, наверное, да, сидят где-то в лесу или на берегу реки, зажигают костёр и вечером, но не то, что смотреть только в звёзды, но поют с гитарой. Это обычно. Можно сказать, что это не умерло, к моей радости. Только я рассказывал некоторым своим друзьям из России о том, что у нас не очень хорошая примета, но можно сказать плохая такая, что мы знаем первые две срочки песен, а дальше уже не поём. А мне казалось, что у вас хотя бы ещё дольше знают, там две-три, что вы должны быть горды тем, что есть больше у вас песен, которые вы знаете наизусть, чем мы. А я помню, кстати, песню, которая звучала в фильме «Ваша любимая Поля Ракса» «Вернись, Беата, не Джей Весла». Я не знаю, как это переводится, не Джей Весла. Вот она звучала в фильме «Вернись, Беата», когда она у нас появилась в первый раз. Пил какой-то польский актёр. Я запамятовала его фамилию. Да, только вы сказали первые слова песни, а я не очень понял. Скажите ещё раз, я просто не понял. Не Джей Весла. То я не знаю этой песни. С фильма, да, может, данном. Из фильма «Вернись, Беата» с Поля Ракса. Она там играет шкуму. Нет, этой песни я не знаю. А фильм вы видели? Наверное, один раз хотя бы в жизни видел. Там играет Анжела Пицца. Он когда-то был у вас в Бездоле. Помните об этом, что я был в эти времена или вообще мне ещё не было. А сегодня Краевский выступает? Сейчас я не помню, за последние два-три года или больше, чтобы он выступал. Иногда красные гитары, они собирают коллектив и играют. Но так, чтобы Краевский, он сам где-то организовал концерты, по-моему, нет. В прошлом и в этом году очень много в Польше проектов связанных с Кленчоном. Но они вместе все начинали, да. Так люди в Польше надеются, что красные гитары может соберут коллектив и будут играть. Но я другое как бы поколение. Я поколение такого ансамбля, коллектива Республика примерно. Или Перфект, Байм, Будка Суфлера. Это как бы мое детство и моя молодость. Но я вообще за 80-е. Пожалуйста, не о фильмах. Я о фильмах ничего не знаю. Но я не разбираюсь в фильмах. Я не могу ответить на ваши вопросы. Ну да, но сказал Полю Раксу, потому что она мне нравилась как девушка. Но это не означает, что я должен изучить ее биографию. Не, я правда не очень в фильмах разбираюсь. Я смотрел все фильмы, о которых вы говорите. Потому что я живу в Польше, их показывали по телевизору. А раньше, так как и у вас, а может даже и меньше, чем у вас. У нас были только два программы, два канала по телевизору. Я, наверное, смотрел эти все фильмы. Но мы не по телевизору, мы посмотрели на польском кино. Ну, как бы в том смысле. Но я в том смысле, что я хотел смотреть или не хотел смотреть. Я должен бы посмотреть, но ничего другого не было. Да, да. В том смысле. Но так, чтобы я очень сильно разбирался в польском кино, нет. Ну, значит мы лучше разбираемся. Наверное, если кто-то интересуется этим, наверное лучше. Но я могу с вами поспорить, что если мы будем перечислять названия фильмов. Все-таки я больше польских фильмов смотрел, чем вы. Я уверен на 100%. Но очень много фильмов показывали в польском. Ну да, но я смотрел примерно 360 фильмов польских в год. За 40 лет жизни. Да, 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 я знаю, но я шучу сейчас. Сам я помню, это был конец 70-х, но я был маленьким ребенком. В 80-е начало. У нас очень интересно было, как нам показывали по телевизору фильмы с 20-х и 30-х годов. О них там адрес тауриловали, эксперты там, некоторые сделали цветными. Какие там замечательные были песни в этих фильмах. И вообще игра актеров, она отличалась от того, что мы уже смотрели в 70-е, 80-е и 90-е и так дальше, и так дальше. Даже если он был не покрашен этот фильм, только черно-белый и разные пятна на нем, интересно было посмотреть. Даже из-за этой музыки, которая там была в этих фильмах. Но так, чтобы я там говорил с стопроцентной уверенностью, что я что-то знаю о фильмах, вряд ли. Вы очень красиво сказали о славянской душе, но о том, что нет польской, русской, чешской души, есть славянская душа. Мне кажется, что это очень отбывается с миссией центра, потому что мы как раз представляем все страны. И вне политики пытаемся рассказать о том достоянии культуры, которая есть у каждого народа. И, может быть, вы скажете еще пару слов, да, вот свою мысль продолжите про славянскую душу, вот заключение нашего вечера. Хорошо. Когда я делал, уже не помню точно темы, репортаж на польском радио, это был тоже где-то 2012-13 год, это были хорошее время. На моей работе еще политика не так сильно навредила отношениям между нашими странами. И то, что потом произошло в 2014-м. И, ну, как обычно, я спрашивал людей на улице, что вы там думаете о Польше или как там поляк и русский, они похожи или отличаются? Убийте, не помню фамилии. Режиссер из вашего театра, он, наверное, шел в наше поселство, потому что я живу рядом. На какую-то встречу, может, даже бы из-за муси приехал, я не знаю, но все равно. Я его не узнал, микрофон потянул к нему и задал этот вопрос, и он мне начал отвечать. Но же вы пьете так, как мы. Вы же улыбаетесь так, как мы. Вы из-за любви тоже переживаете так, как мы. Может, мы немножко грустнее, чем поляки. Я с ним согласен, что у нас очень много похожих черт характера, а бессмысленно в XXI веке спориться, кто больше выпьет водки. Это, по-моему, не имеет никакого значения, но лучше задумываться над этим, что у нас поговорки, анекдоты, они идентичны. Что мы понимаем друг друга, даже иногда без слов. И если я слышу, что там примерно русские и белорусы, они братья. Как говорит ваш президент, украинцы и россияне это братья. Но я понимаю, что это все в кавычках и что украинцы из-за этого не очень сегодня рады. Но мне кажется, эти времена, когда были разделы Польши, когда полякам приходилось жить в царской империи, когда очень образованные поляки влияли на науку, культуру и наоборот люди, среди которых они жили, влияли тоже на их образование, культуру, жизнь, язык. С этих пор до всех пор осталось понимание друг друга без слов. Мы жили в одном государстве. Мы как бы рассказывали о этих самых вещах. И по-моему, по-другому это невозможно, чтобы поляк с русским не договорился. Но мы всегда договоримся. Только скажу одну вещь, которая может вам не понравиться. Это мое личное мнение. Если так статистически посмотреть на россиян. Я не говорю конкретно русских, только россиян. Значит, граждан России. Примерно 60-60 процентов. Может кто-то улыбнется и скажет, что я мягко говорю. Может быть больше. В Польше. Люди верят в то, что говорят журналисты и говорят политики. В Польше я этим горд. Хотя я журналист. Наоборот. Может 30 процентов или 40 процентов верить политикам и журналистам. И этим мы отличаемся, это мое личное мнение. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...